Протесты 1968 года В ответ на ТЭЦское наступление протесты также вызвали широкое движение против войны во Вьетнаме, по всей территории Соединенных Штатов Америки, а также в Лондоне, Париже, Берлине и Риме. Массовые движения росли и в других странах. В большинстве западноевропейских стран в протестном движении преобладали студенты. Самым ярким проявлением этого были майские события во Франции 1968 года, в ходе которых студенты присоединились к забастовкам, в которых участвовало до 10 миллионов рабочих, и в течение нескольких дней движение казалось способным свергнуть правительство. Во многих других странах борьба против диктатур, против авторитарных режимов была нарастающей. Сюда относят конфликт Северной Ирландии, расстрел студенческой демонстрации в Тлатеволька, резня Тлатеволька, Мехико, эскалация партизанской войны против военной диктатуры в Бразилии. В странах Восточной Европы при коммунистических партиях прошли протесты против отсутствия свободы слова и нарушения гражданских прав коммунистической бюрократической военной элиты. В Центральной и Восточной Европе имели место массовые протесты, которые обострились особенно во время Пражской весны в Чехословакии и во время политического кризиса в Польше, а также в Югославии. После Второй мировой войны большая часть мира пережила необычный всплеск рождаемости. Появилось первое поколение, которое увидело, как телевизоры появляются в домах. Телевидение оказало глубокое влияние. Это дало общую картину для изучения. Дети делились не только новостями и программами, которые они смотрели по телевизору, но они также получали представление о чем-то более глобальном. Телевидение позволяло им участвовать в крупных общественных мероприятиях. Карибский кризис и Холодная война были одним общим опытом. Знание о том, что ядерная атака может в любой момент оборвать их жизнь, было подкреплено учебными упражнениями, создающими вездесущую атмосферу страха. По мере того, как они становились старше, антивоенные движения, движения за гражданские права, за мир и феминистское движение становились очень сильными во многих странах мира. После Второй мировой войны в Восточном блоке уже было несколько массовых протестов, включая восстание 17 июня 1953 года в ГДР, Венгерскую революцию 1956 года и Познанский июнь-Познанское восстание 1956 года. Общественные движения на протяжении 1960-х годов начали формировать ценности. В Америке движение за гражданские права имело сильное значение и была проявлена жестокость. Произошло убийство Мартина Лютера Кинга, который выступал за защиту гражданских прав с помощью ненасилия и гражданского неповиновения, тактик, вдохновленных его христианскими убеждениями и ненасильственным активизмом Махатмы Ганди. В Северной Ирландии религиозное разделение проложило путь к десятилетнему жестокому конфликту. Италия и Франция находились в разгаре социалистического движения. Новое левое политическое движение вызывало политические потрясения во многих странах Европы и Южной Америки. Британское антивоенное движение оставалось сильным, а африканские движения за независимость продолжали расти. В Польше в марте 1968 года вспыхнули студенческие демонстрации, когда правительство запретило постановку пьесы Мицкевича в Польском театре на том основании, что она содержала антисоветские моменты. Это стало известно как политический кризис в Польше 1968 года. Студенты 1968 года принимали прогрессивную либеральную политику. Прогрессивные взгляды, скептицизм по отношению к власти стали значительным стимулом для глобальных протестов 1968 года. Студенческие демонстрации 2-3 июня 1968 года в столице Югославии в Белграде стали серьезной массовой акцией протеста. Власти подавили протест, в то время как в дальнейшем президент Иосиф Брос Тито прекратил протесты и некоторые требования студентов были приняты. В 1968 году в Чехословакии произошла Пражская весна. Во время советского ввода войск Чехословакии в августе 1968 года операции Дунай граждане Чехословакии ответили на нападение на их суверенитет пассивным сопротивлением. Советские войска были разочарованы тем, что были сбиты все указатели и таблички с названием улиц. Водоснабжение таинственным образом было отключено, а здания украшены цветами, флагами и лозунгами. 25 августа 1968 года 8 русских граждан устроили демонстрацию на Красной площади в Москве в знак протеста против советского ввода войск в Чехословакию. Примерно через 5 минут демонстранты были сбиты и доставлены в полицейских участок. Семь из них получили суровые приговоры, вплоть до нескольких лет лишения свободы. Протесты, бушевавшие на протяжении всего 1968 года, охватили большое число рабочих, студентов и бедных людей, которые столкнулись со все более жестокими государственными репрессиями по всему миру. Телевидение, столь влиятельное в формировании политической идентичности, стало инструментом для революционеров. Они сражались не только на улицах, но и на телеэкране. По мере того, как волны протеста в 1960 году усилились до нового максимума в 1968 году, правительства, отвечавшие репрессиями, расстрелами, казнями и даже массовыми убийствами, показали очень сильные социальные конфликты в Мексике, Бразилии, Испании, Польше, Чехословакии, Китае. В Западном Берлине, Лондоне, Париже, Италии, во многих американских городах и Аргентине профсоюзы и студенты играли важную роль, и они подвергались политическим репрессиям. Экологическое движение может проследить свое начало с 1968 года. Экологическое движение связано с антиядерным движением. Особенно Франция была заинтересована в решении экологических проблем. В 1968 году была создана Французская Федерация Общества Охраны Природы и Сети Экологических Организаций Друзья Земли. Римский клуб, Международная Общественная Организация, Аналитический Центр и Римский клуб был образован в 1968 году. Страны Северной Европы были на авангарде, выступая за защиту окружающей среды. В Швеции студенты протестовали против планов строительства гидроэлектростанций. В Дании и Нидерландах протестовали против загрязнений и других экологических проблем. Началось движение за гражданские права в Северной Ирландии, но привело к конфликту, теперь известному как конфликт в Северной Ирландии, смута. В январе полиция использовала дубинки против 400 антивоенных антивьетнамских протестующих в США. В феврале студенты из Гарвардского бостонского университета провели четырехдневную голодовку в знак протеста против войны во Вьетнаме. 10 тысяч студентов из западного Берлина провели забастовку против американского участия во Вьетнамской войне. Люди в Канаде протестовали против войны во Вьетнаме. 17 марта антивоенная демонстрация в Лондоне закончилась ранением 86 человек и арестом 200 демонстрантов. Японские студенты протестовали против присутствия американских военных в Японии из-за войны во Вьетнаме. В марте британские студенты, выступающие против войны во Вьетнаме, напали на министра обороны Великобритании. В это время женское освободительное движение получило международное признание. В Соединенных Штатах движение за гражданские права получило международное признание. Протест за гражданские права в Южной Каролине обернулся смертельной гибелью трех студентов колледжа. В марте студенты Северной Каролине организовали забастовку, которая распространилась на 15 городов. 4 апреля произошло убийство Мартина Лютера Кинга. 23 апреля студенты Колумбийского университета протестовали и утверждали, что университет проводит российскую политику. Национальный съезд демократической партии в августе 1968 года стал местом массовых демонстраций против войны во Вьетнаме. Кульминацией этого стал бунт. Чикагская полиция ворвалась из белопротестующих, а также напала на представителей СМИ. На Олимпийских играх 1968 года в Мехико во время телевизионной церемонии вручение медалей Джон Карлос и Томми Смит подняли кулаки в перчатках в знак солидарности с темнокожими людьми, которые боролись за свои права. 30 января 300 студентов протестующих из Варшавского университета и Национальной театральной школы были избиты дубинками. 8 марта 1968 года польский политический кризис начался с того, что студенты Варшавского университета выступили за права студентов и были избиты дубинками. На следующий день более 2000 студентов прошли маршем в знак протеста против вмешательства полиции, были избиты дубинками. К 11 марта широкая общественность присоединилась к протесту. Происходили жестокие столкновения на улицах. Правительство ввело пропагандистскую кампанию против протестующих, называя их сионистами. 20 дней протеста закончились, когда государство закрыло все университеты и арестовало более тысячи студентов. Большинство польских евреев покинули страну, чтобы избежать преследований со стороны правительства. В ноябре 1968 года в Пакистане вспыхнуло массовое студенческое движение против военной диктатуры Мухаммеда Аюбахана. Позже к движению присоединились рабочие, юристы и другие различные социальные слои. Была продемонстрирована беспрецедентная классовая солидарность, предрассудки, полуэтническая принадлежность, национальность, клан испарились в революционной борьбе. В 1968 году в разгар движения молодые протестующие возмущались. Войска открыли огонь, убив десятки и ранив сотни студентов и рабочих. В марте 1969 года Мухаммед Аюбхан подал в отставку и передал власть главнокомандующему армии Яхьяхану. Майские протесты во Франции начались со студенческих протестов по поводу университетской реформы и переросли в акции протеста. Профсоюзы присоединились к протесту, выявившимся во всеобщую забастовку. Немецкие студенческие движения были в значительной степени реакцией на воспринимаемый авторитаризм и лицемерие немецкого правительства и других западных правительств. Студенты 108 немецких университетов протестовали против признания Восточной Германии за отстранение правительственных чиновников с нацистским прошлым и за права студентов. 3 мая активисты протестовали против участия двух стран, связанных с апартеидом в международных соревнованиях по теннису, проходивших в Швеции. Протест был одним из самых ожесточенных между шведской полицией и демонстрантами в 1960-х годах, что привело к диалогу между шведским правительством и организаторами для сдерживания эскалации насилия. Позже матч был сыгран в тайне и Швеция выиграла со счетом 4-1. В Стокольбском университете студенты заняли здание Студенческого союза с 24 по 27 мая, чтобы направить политическое послание правительству. Студенты мексиканских университетов мобилизовались в знак протеста против авторитаризма мексиканского правительства и стремились к широким политическим и культурным изменениям в Мексике. Все лето перед открытием Олимпийских игр 1968 года Мехико сопровождалась серия обостряющихся конфликтов между мексиканскими студентами и полицией. Президент Мексики Густаво Диас Ордас Баланьес рассматривал массовые и в основном мирные демонстрации, как угрозу имиджу Мексики на мировой арене и способности его правительства поддерживать порядок. 2 октября после летних протестов против мексиканского правительства студенческая демонстрация на площади Тлатоволько-Мехико закончилась тем, что полиция, десантники и военизированные подразделения открыли огонь по студентам, убив и ранив неопределенное количество людей. Период, ставший известным как «Пражская весна», первый секретарь Чехословакии Александр Дубчик начал период реформ, который сменился откровенным гражданским протестом, закончившийся только после вторжения СССР в страну в августе. 25 августа антивоенные протестующие собрались на Красной площади только для того, чтобы быть разогнанными. Это была демонстрация на Красной площади 1968 года. Она была проведена группой из 8 советских диссидентов на Красной площади и выражала протест против введения в Чехословакию войск СССР. В Испании в основном были протесты и забастовки, связанные с режимом Франко, которые подавлялись режимом Франко. К рабочим присоединялись студенты Мадридского университета, чтобы выразить протест против диктатуры, требуя демократии, профсоюзов и прав трудящихся, а также реформирования образования. 1 марта произошло столкновение, известное как «Битва Вале-Джулия». Это крупное столкновение демонстрантов, преимущественно студентов с полицией в Риме 1 марта 1968 года. Непосредственной причиной был протест итальянского студенческого движения против правительственного плана университетской реформы. Активное участие ультраправых и крайне левых активистов превратило конфликт в серьезное политическое столкновение. События стали важной вехой протестов 1968 года и считаются историками началом свинцовых 70-х. Свинцовые 70-е в Италии – период итальянской политической жизни с конца 1960-х по началу 1980-х годов, характеризовавшийся разгулом уличного насилия ультраправого и ультралевого терроризма. Иногда период трактуется как гражданская война низкой интенсивности. 5 октября 1968 года марш за гражданские права в Дерри был запрещен правительством Северной Ирландии. Когда запрет был нарушен, участников шествия избили. Более 100 человек получили ранения. Этот инцидент был снят на видео и показан по всему миру. После того, как в ночь на 2 июня 1968 года в Белграде вспыхнули протесты, студенты Белградского университета устроили семидневную забастовку. Полиция избила студентов и запретила любые публичные собрания. Затем студенты собрались на философском факультете, провели дебаты и выступления о социальной справедливости. Студенты протестовали против экономических реформ, которые привели к высокому уровню безработицы и вынудили рабочих покинуть страну и найти работу в другом месте. Акции протеста поддержали известные общественные деятели. Президент Иосиф Брос-Тито постепенно остановил протесты, уступив некоторым требованиям студентов, заявив, что студенты правы во время выступления по телевидению 9 июня. Но в последующие годы расправился с лидерами протестов, заключил многих в тюрьму, а также уволил критически настроенных профессоров. 28 марта военная полиция Бразилии убила старшеклассника во время акции протеста за более дешевое питание для студентов с низкими доходами. Последствия его смерти вызвали один из первых крупных протестов против военной диктатуры в Бразилии и вызвали национальную волну студенческих демонстраций против диктатуры в течение всего года. Марш 100 тысяч был демонстрацией народного протеста против военной диктатуры в Бразилии, которая прошла 26 июня 1968 года в Рио-де-Жанейро. Протесты в Японии были против войны во Вьетнаме. В дальнейшем во многих японских университетах вспыхнули ожесточенные студенческие протесты из-за споров между преподавателями и студентами за расширение прав студентов и снижение платы за обучение. На этом, думаю, все. Постаралась максимально кратко дать характеристику протестам 1968 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...